Пленец. Детективный триллер режиссера Дэни Венева, выпущенный в прокат в 2013 году, одна из самых неоднозначных картин того года, принятая критиками на ура, но не так высоко оцененная зрителями. Главные роли в данном фильме исполнили Джейк Джилленхол, Хью Джекман и Пол Дана. В день благотворения у семьи Довар и Бирч пропадают две младшие дочки. Взрослые начинают их искать, но время идет, а девочек нигде нет. После обращения в полицию, дело начинает обрастать деталями и появляется ключевой подозреваемый, который, по всей вероятности, причастен к исчезновению девочек. Арест и последующий допрос подозреваемого Алекса Джонса проходит не так гладко и предсказуемо, как думали детективы, в связи с чем они были вынуждены отпустить его. И вот тут начинаются основные действия всей картины, описать которые без спойлеров просто не удастся. Поэтому, если синопсис вас заинтересовал, то можете смело отключать видео и приниматься за посмотр фильма. Сюжетная линия в пленницах разделена на две повествовательные части. Одна из них ведется со стороны потерпевших, а именно семейство Довар и Бирч. Другая же представляет собой расследование исчезновения девочек детективом Локи, в то время как повествование со стороны потерпевших наполнено эмоциональными страданиями и муками выбора расследования детектива Локи наоборот. Пестрит различными деталями и подсказками, которые при внимательном просмотре фильма смогут дать ранний ответ на вопрос, что случилось с девочками. Актерский состав фильма наполнен талантливыми людьми, отыгравшими свои роли на все 100%. Однако особого внимания заслуживает именно Хью Джекман, исполнивший роль Келлера Доллара, отца убитого горем, который готов на все ради того, чтобы найти свою пропавшую дочь. При этом хочется отметить, что роль Джекмана в пленницах далеко не первая его драматическая роль, но она безусловно является одной из самых сильнейших. Его персонажу действительно хочется переживать, а в некоторые моменты просто вскочить с места и закричать «Что ты делаешь? Остановись!» Настолько достоверной оказалась проделанная Хью Робот. Съемки фильма проходили в Атланде и Дерби, Коннектикут, отчего маленький провинциальный городок кажется пустым и мрачным, что придает атмосферности картине, которая также нагнетает мрачное музыкальное сопровождение и операторская работа Роджера Диккенса. Под началом режиссера Дэнни Вильям, который ставит во главу угла именно художественную составляющую картины. Длительность фильма составляет 153 минуты. Однако хронометраж не затянут, в фильме нет откровенно лишних или ненужных сцен. Все вполне логично и необходимо для полного понимания происходящего в нем. На момент выхода бюджет фильма составил 46 миллионов долларов. После окончания проката сборы составили около 123 миллионов долларов, что на самом деле является довольно слабым результатом. Фактически фильм отбил затраты, но пронести существенный доход не смог. В настоящее время Дэнни Вильяма принято считать одним из самых выдающихся режиссеров. Так это или нет, на мой взгляд, решать именно зрителю. Но в любом случае поленится отличный детективный триллер с потрясающим сюжетом, который вам вставляет после просмотра особое приятное послевкусие. Субтитры создавал DimaTorzok